Саламу алейкум, мои дорогие зрители. Таджикский орел Нурлу Алиев начал активную подготовку в Америке к следующему своему поединку в UFC. Вместе с известным тренером Фаиком Мамадовым Нурлу поработал в зале. Как известно, залог отличных отношений ученика и тренера – это не только работа в зале, но и за ее пределами. Парни показали, как они проводят вместе время. Увлекательная прогулка по пересеченной местности на ваших экранах. Оцените форму Нурлу Алиева. Я уверен, что она на уровне, раз он так легко вскарабкивается на горы. Пока что точной даты боя Нурлу нет, но боец не раз говорил, что хочет бой в Абу-Даби. Сейчас ведутся активные тренировки, подготовка. Теперь ждем ответ от Данны Уайта. Может быть, Нурлу украсит своим присутствием мощнейший карт – турнир UFC 294 22 октября. Друзья, стало известно, что Нейт Диас за последний поединок против Джейка Пола заработал 20 миллионов долларов. Это больше, чем за всю его карьеру в UFC. Но благодаря UFC люди становятся медийными, популярными, могут в дальнейшем зарабатывать большие деньги в других боях, в других лигах. Это факт. Огромные деньги. И это подтверждение того, что бой с Полом был Диазу действительно выгодным. Следующая новость про Лигу Хардкор, которая сделала заявление об окончании конфликта с Черчаевым. Как оказалось, иск на 11 миллионов рублей нес в себе больше пугающий характер, потому что Хардкор договорился с Лигой «Наше дело» и самим Шавхалом, что он отдаст им свой гонорар сбоя против Артема Роффаля. Суда не будет. Заявление Сульянова. Далее новость про Шару Буллета. Наконец-то. Официально он дебютирует в UFC. И это случится в октябре. Как сообщает журналист Лаэр Твиана, соперником россиянина станет бразилец Бруно Силва. Бруно – это тот самый боец, который победил Александр Шлеменко. А дальше попался на допинге. Статистика. Бруно за последние 7 боев. Один раз проиграл единогласным решением, проиграл Перейре и два раза проиграл сабмишином. Поединок состоится 22 октября на турнире UFC 294 в Абудабе. Напомню, что Магомедов в настоящий момент ведет чистый послужной список из 11 побед в 11 поединках, в то время как Силва имеет за плечами 32 проведенных боя и в 23 из них одержал победы. Боец UFC высказался про Хамзата Чимаева. Говорит, что тот может обойти в титульной гонке Дрикуса Дюплиси. И еще, друзья, напомню, что теперь при регистрации с помощью моего промокода «Антонов» вы получите бонус аж до 500 долларов на первый депозит для всех новых игроков. Досматривайте видео и вперед! Продолжаем про Хамзата далее. Если он, Хамзата, держит доминирующую победу над Паулу Костой, он может обойти в титульной гонке южноафриканца Дрикуса Дюплиси, занимающего первую строчку в рейтинге средневесов UFC. Об этом лично сообщил действующий чемпион дивизиона Израиля Десанье. Вот его слова. Определенно так и есть. Я хотел драться с Дрикусом, но он упустил свой шанс. Парень сказал, что у него болит нога. Посмотрите на мою ногу. Она раздута, как воздушный шар. Друзья, хотите увидеть бой от Исанья против Чимаева? Напишите в комментариях. А мы с вами увидимся в новых роликах. Удачи всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok